Ну чё, это плохо. Вы вызвали мой фэшн гнев. Футболка какая-то совсем уж задрипанная, всё в говне, но, больно, сяга. Мама, вот пример, как ты тоже можешь одеваться. У моды нет возраста совершенно, одевайтесь так, как вы чувствуете, но здесь всё неоднозначно. Фанатка скандинавской недели моды. Немножко такая начинающая блогерка. Неубранная постель. В общем, всё было супер у этой девочки. Так, вы не думайте, что я подсматривал, я не подсматривал. Если у вас нет бюджета, сейчас время посещения секонд-хендов. Вот это тот случай, когда купил недорого, а выглядит на миллион. Пряженка, это бесценно. На одной из вечеринок у меня оторвался хлястик там. Ну, не буду вставать, чтобы вас не шокировать. Всем привет, меня зовут Александр Рогов. Добро пожаловать на Рогов Лайф. И если я на фоне дерюшки, это значит, что мы с вами вместе сегодня будем обсуждать ваши луки. Это значит, что у вас есть возможность прямо сейчас в комментариях под этим видео обсудить и мой лук. На мне практически плед. На мне юбка от бренда R13. Ну, не буду вставать, чтобы вас не шокировать. Итак, на мне юбка R13. Вот такие высокие ботинки шнурованные от Balenciaga. Чёрный пиджак тоже от Balenciaga. И белая майка алкоголичка, вы иногда будете её сегодня видеть, от бренда Dolce & Gabbana. И компанию мне в этом формате составляет Ольга Шуранова. Давайте ей поаплодируем. Ольга, привет. Всем привет. Шу, ты в чём? Я в Rog of Shop. И в футболке от российского бренда Label B. Ой, я не знаю такой. А что за колготки на тебе? Это шикарные колготки мини-ми. Да? Ой, мои любименькие. А будто ты во что там? А будто я в Вэтман. Давай, показывай. Уху, любимые ботинки. Итак, во что мы с Оленькой одеты, вы уже знаете. А прямо сейчас мы узнаем, во что же одеты вы. У всех постоянный вопрос, как попасть в обзор луков подписчиков, всё очень просто. Нужно подписаться на мой телеграм-канал. Ссылочка где-то здесь будет. И я время от времени размещаю посты о том, что мы собираемся снимать обзор луков подписчиков. Поэтому нужно быть просто внимательным подписчиком моего телеграм-канала. И под конкретным постом нужно разместить свое фото, и обязательно под фото дать описание всех вещей с ценами. Зачем цены нам нужны? Потому что я буду рассказывать не только то, что Дума о вашем образе, не только Оленька будет делиться своим мнением, я еще и цену образа буду отгадывать. В итоге, сегодня мы отобрали, прямо на удивление, много претендентов. Очень активно вы участвовали в этот раз, и я предлагаю не откладывать и прямо сейчас приступить к обсуждению. Ты готова? Да. И, кстати, я реально не знаю, что сколько стоит, потому что я крайне быстро листал картинки в Телеграме, для того, чтобы Луки отобрать, больше половины луков отбирала шу, и у Оли есть все ваши цены. Ты уже знаешь, что почем, да? Конечно. Я все отгадаю. Я надеюсь. Ох, ну главное же не отгадать. Главное время вместе классно провести. Напоминаю, это Рогов Лайф, обсуждение луков подписчиков. Прямо сейчас подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Комментируйте, уже можно нас обсуждать. И, конечно же, активничайте, потому что от вашей активности многое зависит. Мы приступаем. Я сразу хочу сказать, что почему-то опять мужские луки гораздо интереснее женских. И с мужского лука мы и начнем. И это, ну, практически дэнди лондонский в московском метрополитене. Я честно скажу, что мне нравится. Я считаю, что это супер-классный лук. Тут только большой вопрос, сколько этому молодому человеку лет. Вот если ему условно 18, то, наверное, образ тяжеловат. Если ему, как мне, за 30, то образ супер. Что, знаешь, как будто бы этот парень поехал на пятиомо. Ну, и вот там очень многие одеты именно так. Мужчины. Яркий пиджак, какой-то яркий галстук, многослойность, жилет. Здесь брюки еще с защипами зауженные и укороченные. Ботинки классические. Я считаю, что это симпатично. Это, конечно, совершенно не мой стилек. Но мне кажется, что многим девочкам, нашим зрительницам сейчас такой образ понравится. Как тебе? Мне очень нравится. Я думаю, что это, кстати, молодой парень. Но тут дело в том, что это нужно просто чувствовать. Если ему так нравится и ему комфортно в этом, то, наверное, да. Он такой интеллектуал с Петербурга. Да. Да. И мне это нравится. И мне почему-то кажется, что наш герой это чувствует. Явно его одевал не стилист. И вполне вероятно, все эти вещи еще и с секонд-хенда или с какого-нибудь блошиного рынка. Я предлагаю цену уже образа отгадывать. Давай. Еще раз уточню, что я предполагаю, что это все секонд-хенд. Хотя это все могло бы быть от бренда Этро, например. Очень в стиле этого бренда парень одет. Давай сразу общую стоимость скажу. Мне кажется, образ стоит... Сейчас, как обычно, либо часы дорогие, либо очки дорогие. Но образ стоит без часов 19 500. Нет, образ стоит 48. Оправа Ray-Ban 6000 рублей, плюс 6000 линзы, пиджак 4500, рубашка полторы, галстук и платочек 1000 рублей, жилет от костюма. Костюм стоил 18 000 рублей, а жилет в районе 4000 рублей. Брюки 2000 рублей, плюс отдал 2000 за посадку. Вот, видишь, как заморочился, молодец. Часы 6500 рублей, итого 48. Короче, убираем линзы, очки и часы, получится почти моя сумма. Я считаю, лук супер. И вообще предлагаю всем зайти в мой телеграм-канал, вот под этот пост, где вы размещали свои образы. Там больше, по-моему, 800 комментариев. Да, 800. Ну, заходите туда, посмотрите на всех претендентов, можете друг с другом общаться, лайки ставить, потому что в моем телеграм-канале разрешено ставить лайки и отмечать реакции. И общайтесь друг с другом. А мы продолжаем, это луки подписчиков. И следующий образ у нас, кстати, тоже мужской. Совсем другая эстетика. Здесь как раз-таки то, что люблю я. Мы здесь с вами видим объемный пиджак. Мы с вами здесь видим черную футболку или это даже лонгслив, вот я вижу, рукава торчат. Очень затейливые, классные джинсы. Мне даже кажется, что вполне вероятно это хендмейт, потому что коллаборации Adidas с каким-то джинсовым брендом я не знаю. А я вижу здесь логотип Adidas. Белые, чистейшие кеды, похожие на ванс. Черная кепка. Сумка какая-то. И очень модное отсутствие лица в кадре. Сейчас очень актуально быть инкогнито. И наш герой решил остаться незамеченным. Мне кажется, лук супер. Вообще в моем стильке я вообще сам мог бы так одеться. И такие джинсы могли бы в моем гардеробе появиться. Все. Немножко баленсиага, без бомжатины. Просто заигрывание с объемами и актуальными фасонами. Шу, мне кажется, ты со мной согласишься. Да, мне очень нравится. Явно этот парень фанат деконструктивизма. Любит что-то выдумывать, придумывать. Любит явно маржелум, авэтман, баленсиагу. Ну да, мне нравится. Очень классно. Акцентные такие джинсы. Остальное все абсолютно нейтральное. Да, возьмите, кстати, на заметку этот стиль. Здесь то, что я люблю. Мы видим простые лаконичные вещи. Черный пиджак, черный лонгслив, простую кепку без надписи. Достаточно простые кеды и акцентные джинсы. Этого более чем достаточно. Даже на мне сейчас вы видите юбку плед, которая наверняка многих из вас смущает. Но при этом эту юбку я миксую с простой белой майкой алкоголичкой и черным пиджаком. Шу, мне что-то подсказывает, что этот пиджак я знаю. Потому что в Rogoff Shop у нас был такой объемный пиджак на кнопках. И наши широкие лацканы прекрасные я узнаю из тысячи. Поэтому предполагаю, что пиджак Rogoff Shop, возможно, купленный на сейле. Джинсы, скорее всего, недорогие. И вот эти спортивные брюки Adidas тоже недорогие. Ну давай в общей сложности этот лук обошелся нашему герою в 30 тысяч рублей. Ну, примерно угадал. 24-100. Почти. Но объясню, почему ты не угадал. Кепка 100 рублей, свитер Bershka 2500, жакет Rogoff, но куплен у Гоши Карцева за 5000 рублей. В смысле? Ну, видимо, Гоша распродажу устраивал. Карцев, ты что, охренел? Ты мои вещи продаешь? Вот. А джинсы Uniqlo X Adidas Handmade. Смешно звучит, кстати. 12 тысяч рублей и кеды 2 мяча, 4 500. О, 2 мяча. Мы про 2 мяча, кстати, с шубом уже рассказывали. В моем телеграм-канале, опять-таки, про 2 мяча я тоже писал. У меня там даже есть хэштег «Выбор Рогова». Вы по этому хэштегу в моем телеграм-канале можете найти разные мои рекомендации и какие-то посты про российские бренды. То, что Гоша Карцев продает вещи, это на самом деле хорошо, это супер экологично. Если Гоша наш черный пиджак не носит, почему бы ее не продать, тем более за такую приятную цену. Я вообще поздравляю владельца. Пиджак супер. И вот эта коллаборация Uniqlo Adidas мне тоже очень нравится. Хорошо. Да, супер. Вообще, лук отличный. Дорогие мои любимые, давайте прервемся еще ненадолго. У меня для вас важнейшая модная информация, которой я просто не могу не поделиться, вы мне не простите. Озон, мой любимый, запустил свою торговую марку одежды «Хола». Здесь вы найдете одежду для всей семьи и для любого случая. Будь то встреча с друзьями в кафе, прогулка с детьми в парке. А главное, это широкий выбор размеров и цветов, и все это, естественно, по доступным ценам. Про доставку Озон тоже не забыли. Вы можете заказать курьера или же забрать покупку самостоятельно. А если что-то не подойдет, что вы сделаете правильно? Легко оформите быстрый возврат, что не может не радовать и делает шопинг наш с вами максимально приятным и максимально удобным. Озон One Love. Итак, заходим на сайт бренд-зоны. Все очень просто. Выбираем новинки этой осени. Или же можем воспользоваться удобным поиском и найти товары с самыми выгодными скидками. Ну, конечно же, я вам кое-что и порекомендую. Порекомендую присмотреться к базовым футболкам в разных цветах. Они просто супер. К трикотажным костюмам, к свитерам, к джогерам и носкам. Сейчас базовые носки в нескольких цветах просто днем с огнем не сыщешь. Все подробности и ссылку на сайт бренд-зоны холла я оставлю в описании. А вам, мои любимые, желаю приятного продолжения просмотра и комфортного шопинга на Озон. Ну, все, давайте, пока. Блин, ребят, какой пока? Давайте продолжать смотреть сегодняшний выпуск, потом шопинг на Озон. Но носки я закажу уже прямо сейчас. Так, белые однозначно. Вот эти серые. И черные. А, еще вот эти цветные прикольные. И, кстати, удобно. У меня здесь рядом с домом пункт выдачи. Так, женский лучок. Ну, что, это плохо. Ну, давай так. Это настолько плохо, что это хорошо. Ну, мне кажется, что вот как будто бы ей это идет. Я бы на самом деле здесь заменил только сапоги. Вот, вот, закрой их рукой. Ну, да. Даже на черные хотя бы. Да, просто на грубые обычные черные боты. Вот как будто сапоги делают его каким-то детским, что ли. Короче, здесь на самом деле все плохо, не повторять опасно. Но эта девочка знает толк. Она себя ищет и наверняка найдет. Еще нам всем с вами нос утрет. Здесь много слоев, что я люблю. Объемный пиджак, возможно, из секонд-хенда. Плюс, вот я не знаю, на этот пиджак нашит другой жакетик. Видишь, там черный вот этот сбоку висит. И он явно не висит. А может быть и висит. В общем, там какой-то еще сверху черный жакетик. И в целом это могло быть немножко Мартан Маржела или какой-нибудь Ком де Гарсон, где на один пиджак нашит жакет. И выглядит это очень интересно. Очень классные характерные очки. Они, конечно, делают образ цельным. Черная ленточка какая-то. Еще и шляпка моряка. И юбка из денима с кружевом оторванным. И почему-то мне кажется, что эта девочка, возможно, учится на дизайнера. Согласен с тобой, что сапоги слишком яркое пятно. Ну, а с другой стороны, вспомни луки со скандинавской недели моды. Вот то же самое. Как будто по форме вот они как-то странно выглядят. Не знаю. Короче, фанатка скандинавской недели моды. Однозначно. Я бы рекомендовал заменить обувь на грубую черную. Но в целом, если вам нравятся эти желтые здесь, они тоже вполне себе уместны. Просто лук действительно становится немножко инфантильным, слишком детским. Так, ну, тоже рукодельница, я считаю. Фанатка секонд-хендов. И лук в целом, если очки вдруг недорогие, стоил 10 тысяч рублей. Лук стоит 4 500. Вау, реально? Да. Футболка резерт 600 рублей, но, видимо, распродажа. Сапоги рандеву 2 500. А что, в рандеву такие цены бывают? Ну, это, я думаю, что это резиновые сапоги. Ну, все равно. Ну, не знаю, может, тоже сейл какой-то. Вот, сумка бифри 800, панама асс 700 и пиджак и юбка мой кастом. Вот, я же говорил, что она дизайнер. Мне нравится. Мне тоже нравится. Вообще. Я люблю таких. Малышка, модница, любимка моя, проявись в комментариях и напиши, что это, жакет пришитый к пиджаку или ты просто жакетик набросил на плечо, и он вот так как-то миленько небрежно повис. Если вдруг это жакет пришитый к пиджаку, то ты просто вообще будущая звезда моды, однозначно. Саша, обрати внимание на рукав, вот где черный пиджак. Это все-таки пришито. Но не факт, тут как будто бы они просто пересеклись. Да. Короче, очень интересно разобраться. Если это реально пришито к пиджаку, то это очень прикольная идея. Даже, знаешь, немножко сакай. Да. Вот они такое делают, такие вещи-гибриды. Так, продолжаем. И здесь снова рогов-шоп. Шум, мне кажется, мы познакомимся поближе с нашими клиентами. Я вижу пиджак из рогов-шоп. Кстати, такой пиджак, по-моему, еще на сайте можно купить. Последний размер остался. Из очень приятной ткани. И пиджак классный. И мне нравится, как он сидит на этой девушке. Я здесь вижу брюки на кулиске. Скорее всего, трикотажные. Классно очень по цвету. Они подходят к клетке пиджака-жакета. И при этом здорово, что брюки чуть темнее. Белая какая-то необычная толстовка там с молнией и с высоким достаточно воротом. Кроссовки симпатичные. Мне нравится короткая стрижка. И мне очень нравится этот ироничный бумажный пакет. Выглядит, как будто бы это сумка. А на самом деле это реально бумажный пакет, возможно, с едой на вынос. Ну, классный лук. Да, мне тоже очень нравится. Вообще. Мама, вот пример, как ты тоже можешь одеваться. Во-первых, что ты рога в шоп не носишь? Во-вторых, вот, правда, классный лук для моей мамы. Согласись? Да, вообще супер. Обратите внимание на вещи полуприлегающих силуэтов. Вот этот пиджак не впивается в фигуру. Очень красивую фигуру обрамляет. Создается продольная полоса, визуально вытягивается силуэт. Очень симпатичный ракурс. Я, вы знаете, люблю, когда мы не только образ обсуждаем, но еще и экстерьер. Я считаю, что хорошо. Да, мне тоже очень нравятся рукавчики она тут подвернула. Подклад показать фирменный. Фирменный, да, между прочим. Ну, давай угадывай. Я, честно, не помню, сколько стоит этот пиджак. Ну, наверное, тысяч 15, да. Брюки. Очки входят в стоимость? Угу. Ну, с очками 50 тысяч. Почти угадал. Мне пришлось самой на калькуляторе посчитать, потому что многие не пишут общую стоимость лука. Ребята, вам что, общую стоимость лука сложно посчитать? Пожалуйста, пишите общую стоимость, потому что нам потом приходится все это считать. 46. О! Пиджак рогов 17. Брюки Хобо Кот 5000 рублей. Поло Хобо Кот 5000 рублей. Кроссовки Пума 9. И очки Хилфигер 10. Супер. И, видимо, какой-то новый бренд мы сегодня с вами российский узнали. Хобо Кот? Хобо Кот. Кот или Кодда? Хобо Кодда. В общем, если вам интересно, поищите в соцсетях Хобо Кот. Найдете там симпатичные, достаточно трикотажные брюки на кулиске и вот такую толстовку на зипке. Мне нравится, тоже ставлю пятерку. Вообще все супер. Это еще одно подтверждение, что у моды нет возраста. Совершенно. Одевайтесь так, как вы чувствуете. Носите то, что вы чувствуете. И одевайтесь так, как вам нравится. И неважно, оценю я в итоге или нет. Двигаемся дальше. Ой, Шу, ну мне кажется, это наша с тобой фаворитка. Конечно, супер затейливая поза. Я не знаю, кто вообще может придумать, фотографировать свой лук в такой позе, сидя на колене на какой-то лестничной клетке, усыпанной бычками. Нет, не бычки там. А, это ржавчина. Ну, в общем, на ржавой лестничной клетке. Но мне кажется, что это какая-то интересная девица. Интересная какая-то, да? Да. Мне нравится она. Дай-ка я все разгляжу. Сейчас я все поприближаю. Какие-то дорогущие сапоги здесь с интересным мысом металлизированным. Мне нравится платье. К сожалению, не могу оценить в полной мере его, но оно прикольное. Дождевик. Смотри, еще браслет какой-то на... Похоже, знаешь, на что? Это бренд Мэти Уильямсона, который для Живанши сейчас делает. У него есть бренд Аликс. С такими Аликс, да? На такой защелке. Кстати, похоже, защелку еще Диор использует. Короче, мне вообще все нравится. Какой-то арт-хаус. Волосы неряшливые. Единственное, я не совсем понимаю, подходит ли это платье к этому дождевику, потому что мы фасон платья не видим. Но по текстурам прикольно. Мне нравится молочный цвет платья. Мне нравится серый дождевик прозрачно. Очень классные сапоги и украшения супер. Офигенно. Мне кажется, все дорогое. Ну, ты все знаешь, да? Ну, подскажи мне, миленький. В долларах. А, в долларах? Ничего себе, в баксах. Девушка не из России. Ага. Ну, а тебе, кстати, как? Я тут тебе даже сказать не дам. Мне очень нравится. Единственное, меня смущает дождевик. Но тут же опять непонятно. Потому что из-за позы, какого он фасона. Возможно, я бы, наверное, проще поступила. Какую-нибудь косуху огромную сюда напялила. Или жакет большой. Но, в целом, интересный ход. Мне очень нравятся сапоги. Да, мне тоже нравится. Это даже не похоже на фото лука. Это как будто бы такая доморощенная, домашняя фэшн-съемка, где неважно, как по фасону вещи пересекаются друг с другом, как они сочетаются, где скорее важна текстура и эффектность в целом. А там есть общая стоимость в долларах? Да, есть общая стоимость. Ну, давай, типа... Блин, я не знаю. Ну, давай так. Если она фанатка распродаж, как и я, и любит поискать что-то классное дизайнерское по бросовым ценам, то в общей сложности этот лук, например, стоит полторы тысячи долларов. Ну, значит, я примерно угадал. Так, вы не думаете, что я подсматривал? Я не подсматривал. Нет, правда, не подсматривал. Этот лук стоит тысяча двести двадцать долларов. Девушку зовут Мария, она из Японии. Вот. Платье Кейт на сейле брала за двести десять долларов. О, ничего себе. Сапоги Питер До тоже на сейле. О, ничего себе. На сейле брала за четыреста двадцать. Долларов браслеты Эликс двести шестьдесят и чокер за двести десять. О, ну, какая-то прошаренная малышка вообще. У нее, видимо, доступ к каким-то там распродажам невозможным есть. И Питер До у нее. Это вообще очень классный бренд. Кстати, они в этом сезоне еще и мужскую коллекцию показали, но она такая агендерная, поэтому в целом там мужское от женского не отличается. И Кейт очень классный бренд. Я за ними слежу. И вот это платье супер. И Кейт, например, в ЦУМе продается. А Питер До, например, есть в СВ Москва. Ну что, будем искать вещи со скидками. А я продолжаю. Это точно классный лук. Дорогие мои любимые ненаглядные подписчики, мы с вами практически уже родственники. Вы даже сейчас у меня в гостях. Вы так много всего обо мне знаете. И те, кто внимательно следит за мной в соцсетях, должны были обратить внимание на то, что я настоящий сериальный маньяк. Я обожаю сериалы, смотрю все новинки, а некоторые даже пересматриваю. И, кстати, раньше это был, ну, в основном зарубежный продукт. Но в последнее время я все чаще вижу классные, добротные, крутые сериалы, сделанные в России. И вот на днях, да что на днях, сегодня я хочу посмотреть одну новинку на платформе Море ТВ. Это сериал, который называется «Надвое». Запомните это название. Во-первых, в главных ролях там две суперзвезды, красавцы и харизматики. Вы все, конечно же, знаете эти имена. Данила Козловский, Александр Петров. Да, в одном сериале. Дальше режиссер Валерий Тодоровский, который снял уже множество невероятных, выдающихся фильмов и сериалов. Ну и, конечно же, сюжет. Сюжет многообещающий. Небольшой спойлер. Два друга едут из Москвы в Петербург. Там жизнь их переворачивается с ног на голову. Оба москвича влюбляются, конечно же, в двух петербурженок. Но один из них уже давно женат, а второй всегда был ловеласом. И не задерживался в серьезных отношениях. В общем, в сериале надвое будут и любовь, и драма, все, что вы любите, и белые ночи. Это все, за что мы ценим качественный российский контент. И, кстати, я просто обожаю Петербург. На днях из Питера вернулся. И не сомневаюсь, что этот город и правда может изменить чью-то судьбу. Там так красиво. И еще кое-что. Для новых пользователей Мори ТВ предлагает 30 дней бесплатной подписки. Ссылку на сериал можно найти в описании под этим роликом. Вы досмотрите сегодняшний выпуск потом в описании, ищите ссылку, включаете потом сериал надвое. А я его включаю прямо сейчас. А ты куда выходил-то? Алло. Они реально в Питер едут. Прикольно. Я в Питер выходил, Сань. Так, тут парад Рогов Шоп. Мы не специально. Я здесь вижу пальто Рогов Шоп в клетку. Я здесь вижу брюки, кстати, в клетку от жакета-пиджака, который мы образ назад обсуждали. Я здесь вижу какой-то белый лонгслив или трикотажный джемпер, надетый поверх рубашки. И вот здесь, конечно, сейчас у меня будут претензии, потому что это пальто и эти брюки, мне кажется, не дружат. Потому что, во-первых, я знаю их текстуру, и это пальто хотелось бы обыграть чем-то другим, не таким уютным, как эти брюки. А эти брюки светловатые для этого пальто, как мне кажется. Мне нравятся эти покупки по отдельности. И, кстати, эти брюки уникальны, они были в одном экземпляре, их купили, видимо, у нас на Sample Sale за 3 копейки. Я бы отдельно носил эти брюки и отдельно носил бы это пальто. Тем более в пальто столько цветовых подсказок. Там есть и желтый, и бирюзовый, и серый, и черный, и бордовый. В общем, мне нравится пальто, отличная покупка, вам идет. Мне нравятся брюки, отличная покупка, вам идет. А вот эта рубашка невнятная, какой-то джемпер и кроссовки, ну, кроссовки вообще-то на балинсягу тянут. Кроссовки просто немножко сюда не вписываются, а какие-то бы другие подобрал бы. Ну, что-то, ну, в общем, не алло. Да, мне он тоже нравится, каждая вещь по отдельности. Во-первых, если даже убрать пальто, мне не нравится сочетание вот этого цвета лавандового верха и вот этих брюк. То есть какое-то странное, как будто спорит, да, между собой. Да, даже просто как цветовой пример, вот вернуться на образ назад, и вы увидите, что жакет-пиджак там сочетался с брюками похожего оттенка, но более глубоко. Вот здесь вверх тоже мог бы быть темнее, и было бы супер. Да, плюс классно, конечно, сочетать две клетки, это в целом прикольно, но в этом случае это вообще не работает. Не работает. Да, то есть, ну, я не знаю, что тут сказать. Молодец за эксперимент опять. А вот за реализацию... Да, я похвалил бы за то, что вы экспериментируете с мужским стилем, но реализация, конечно, еще хромает. Нужно поднатореть, в хорошем смысле слова. Так, ну, пальто у нас стоило тысяч 20 с чем-то, но если оно тоже с распродажи, брюки сэмпл сейла тысяч за пять. А кроссы Баленсиага? Нет. Нет? Ну, давай общая стоимость этого образа 45 тысяч рублей. Ты вообще сегодня прям почти угадал. Нет, не 45, 50, но плюс-минус. Знаете, глаз-алмаз. Да, пальто рогов 22, брюки рогов 15, видимо, не сэмпл сейла, что ли. Рубашка WB 3000 рублей, футболка из футера Tower with Soul 3500, кроссовки Fila 6500, итого 50 тысяч рублей. И зовут молодого человека, у него тут есть ник Артем Гнев. Артем Гнев. Вы вызвали мой фэшн-гнев. Ну, в общем, я хвалю за инвестиции. Хорошее пальто, хорошие брюки, но носите все это по отдельности, и они уже сами по себе эффектны. И вам, как начинающему моднику, я рекомендую яркое носить простым. То есть здесь у вас, видите, и яркий низ, и яркий верх. Просто разделите и уравновесьте. И все. Ну, а мы продолжаем. Вы смотрите обзор луков подписчиков, разбор ваших луков и мои догадки, что, почем. Мы продолжаем. Так, этот лук заскринил я, ты его не скринила, тебя он, видимо, не вдохновил. Я скажу так, мне просто очень нравится, как в движении застыл рукав. Это, на самом деле, видимо, блузка с таким мягким рукавом в стиле 70-х. А девушка идет, и рукав застыл в движении, как такой гиперобъемный рукав. Кстати, это тренд следующего сезона, весна-лето. И немножко такой маржела, как будто бы это. И острые такие воротнички у этой блузы мне нравятся. И юбка эта мне тоже нравится, похоже немножко на олдселин. И даже белые лодочки меня здесь не смущают. И ваша прическа с гулькой мне тоже нравится. Мне не очень нравится вот эта постановочная поза с телефоном. Я иду и читаю смс-ку. Но вы же наверняка так резко не шли и не читали смс-ки, которые вам пришли. Сюда бы сумочку какой-то графичной формы, например, небольшую. Можно под цвет пуговицы на юбке. Или какой-то контрастный цвет сюда вбросить. Например, бордо, может быть, какой-то бутылочно-зеленый, какой-нибудь горчичный, коричневый. На плечи еще можно было бы набросить пальто и добавить сюда колготки тоже темные, даже со светлой обувью. Но в целом было бы неплохо. Да, мне нравится, во-первых, хочу отметить классную работу с геометрией. То, что вот эти углы на воротнике, углы на юбке, острый мыс на туфлях. И я бы, знаешь, что здесь добавила на самом деле? Тренд сезона этого и следующего. Цветные колготки. Как еще один цветовой вброс. А какой бы цвет ты добавила? Ну, может быть, даже какой-то темно-бирюзовый. Давай так, можно либо поиграть в фанки-манки и добавить суперяркий неожиданный вброс. Даже не красный, а чуть-чуть такой поглубже. Зеленый можно было бы, бордовый тоже красиво бы смотрелся. Либо коричневый, например, тогда туфли можно было бы заменить на более темный. В общем, прикольно. Он просто недоработанный. Но вообще выглядит, что юбка дорогая и блузка тоже выглядит дорого. Потому что очень красивый воротничок, какие-то красивые пуговички здесь, как бусинки. Туфли сейчас посмотрю, приближу. Но туфли могут быть как из зумиты, так и из дорогого магазина. Ну, давай я, к черту, 80 тысяч рублей. Нет, 19 900. Вау. Вот это тот случай, когда купил недорого, а выглядит на миллион. Так про этот формат. Почему я отгадываю цены? Потому что иногда дорогое смотрится дешево. Я вам объясняю, почему. А иногда недорогое выглядит просто как супер дизайнерские творения. Что почем? Так, блузка Таута with soul. 10 тысяч рублей. Юбка оттуда же. 6 900. И туфли Zara 3. Прикол. Таута with soul? Таута with soul. Soul как душа. Давайте чекнем все вместе, что это за бренд такой Таута with soul. Потому что это прям очень симпатичная вещь. Это очень хорошо. Тоже, кстати, тебе запиши, вдруг он где-нибудь в Москве есть. Ну, например, для героев подошло бы. Да. Да? Каких героев я имею в виду? Я имею в виду героев шоу Рогов Плюс, которые на СТС по воскресеньям в 9 утра вы можете смотреть. И я надеюсь получать удовольствие, потому что мы просто кайфуем от того, что мы там делаем. Прям вообще любимейший формат у меня сейчас. Ну, а мы продолжаем. Женский образ. Мне очень нравится локация, где сделано фото, потому что это кафе Молоко культовым. Кстати, с вами там даже как-то модно жрали. Нам там нравится. И недавно мы снова там были, пиво пили. И я даже знаю, откуда эти вещи, потому что толстовка, жакет и брюки однозначно из лайм. Да? Да. Из лайм, но я не помню цены. Надо пересмотреть наш выпуск. Светлая обувь по цвету подходит под университетскую толстовку. Но я так скажу, меня это не удивляет. Это просто хороший, привычный лук сейчас. Просто актуальный. Это актуальные вещи. Актуального кроя жакет полуприлегающий прямой. Актуального кроя широкие брюки с таким вывернутым наружу поясом. Актуальная толстовка с вот этой спортивной надписью. Они будут актуальны, я думаю, еще несколько сезонов однозначно. Белая обувь и сумочка такой формы хоба, похожая немножко на селин. Это не селин, кстати? Нет, вроде не селин. Ну давай, сколько там жакет этот стоил? Больше десятки. Эти тысяч четырнадцать, по-моему, брюки стоили тысяч девять. Пятьдесят пять тысяч рублей стоит образ. Образ стоит семьдесят тысяч. Очки и сумка дорогие, да? Слушаем. Так, костюм лайм двадцать тысяч рублей. Это, видимо, все вместе. Толстовка лайм четыре тысячи рублей. Кроссовки сорок. Ну, видимо, какие-то брендовые, да. Не написан бренд. Сумка Асос пять и очки Асос полторы. Ну, это вообще супер. Классный лук. В общем, если вы одеваться не умеете, вот прекрасный вам пример. Берете толстовку, надеваете с брючным костюмом, светлую обувь и сумочку актуальной формы. Вообще отлично. О, я говорил, мужские луки сегодня однозначно круче женских. И мне кажется, этот товарищ уже был у нас на обзоре. Не помню, как его зовут, а может быть и не был. Супер. Просто супер. Такой немножко лос-анджелесский стиль. Есть такой дизайнер шляп, которого зовут... Блин, забыл. Которого зовут... Спички он туда еще вставляет и поджигает их. Его зовут Ник Фуке. Вот это прям Ник Фуке. Мы здесь видим приметы его стиля. Шляпа с высокой тульей, с широкими полями, плоскими. Мы здесь видим какую-то такую подзастиранную немножко футболку с эффектом деграде. Мы здесь видим, опять-таки, классику жанра, некую, возможно, замшевую или тканевую куртку-парку укороченную. Такое ощущение, что он ее сам отрезал, и поэтому она такой необычной, интересной формы. Очень классные джинсы. И что-то мне подсказывает, что здесь какой-то умелец-рукоделец, и, возможно, куртку отрезал сам, и джинсы расписал сам этими птичками. А что, это же просто делаешь трафарет, прикладываешь вот так, да краской какой-нибудь акриловой красишь. И универсальные замшевые челси. Вообще супер. Образ супер. И мне нравятся еще здесь детали. Здесь есть кольца перстные на руках, и еще такая цепочка. И здорово, что цепочка внутри футболки, ее видно только чуть-чуть. Супер-супер-супер. Ставлю пятерку. Вообще офигенно. Как тебе? Да, мне тоже очень нравится. Я вообще фанатка просто этих джинсов. Такие очень классные. Особенно, что здесь птички. Кайф. Мне очень нравится. Просто обалденно. Берите на заметку, ребята. Отличный стилек. И если шляпа для вас такая, это уж слишком акцентный аксессуар, но не каждый человек умеет шляпу носить. И я крайне редко, кстати, это делаю. Хотя вот такие шляпы у меня есть от российского бренда Кокошник. Очень похожие. Замените на вязаную шапку или на какую-нибудь бинни. Тоже будет здорово. Или бандану. Хотя бандану тоже достаточно смело. А бандану еще на шляпу можно завязать. Кеп. Ладно. Что угодно. Ну да. Так, отгадываем стоимость. Давай. Я считаю, что это все-таки какой-то умелец, любящий хендмейт. Доллар. А, доллары? Да. 600 долларов. Нет, 100 долларов. Реально? Да. А что почем? Шляпа 30 долларов. Куртка Second 5 долларов. Футболка Asos 10 долларов. Джинсы Second 5 долларов. Плюс разрисованные мной. Вот. Челси Зара 50 долларов. Еще супер. Долларов 100. Просто супер. На самом деле, однозначно, если у вас нет бюджета, сейчас время посещения секонд-хендов. В Москве есть супер-секонды. Можно просто карту целую составить. И классных, ну, точно больше 10. В Калининграде, помнишь, мы были, Рога, в городе снимали. Там есть офигенские секонды. Есть города, где секонд-хенды гораздо круче, чем магазины, которые там представлены. Поэтому, если вы не брезгуете и не стесняетесь, у вас маленький бюджет, загляните в секонд-хенды. Особенно мужская одежда там просто топ. Просто супер. И недавно я видел влог у Марианы Елисеевой с Алексеем Сухаревым. Они ходили в секонд-хенд, пилили там луки. Тоже можете повдохновляться. Вообще. Мне очень нравится. Продолжаем. Опять мужской лук. Что ты будешь делать? Этот лук точно лакшери. Сразу понятно. Здесь баленсиага. И, по-моему, в отличие от некоторых, не фейковая. Или фейковая. Но я его знаю, не фейковая. Да нет, не фейковая. И джинсы здесь баленсиага, и куртка тут баленсиага, и очки тут баленсиага. Ну что, баленсиага бой. Absolutely my style. По-моему, этого товарища зовут Лукас. Фанат баленсиага, как и я. Что по чем-то там сейчас? У него в рублях там все? Ну, у него в долларах, но есть расшифровка в рублях. Да. Но кроксы баленсиага стоили 1080, джинсы стоят там тысяч по 80. Куртка эта стоит 1150, ну, 500 тысяч. 378. Крокс баленсиага 700 долларов, джинсы 900 долларов. Рубашка манго 80 долларов. Куртка баленса 4000 долларов. Ничего себе. Футболка баленсиага 400 долларов и очки баленсиага 350. И он уточняет по нынешнему курсу 378. Ага. Куртка дорогая, потому что она кожаная. Угу. Ну, во-первых, классно, что мы здесь видим баленсиага икс манго. Во-вторых, я вам хочу сказать, что эти кроксы баленсиага супер неудобны. Они супер тяжелые. И они еще супер некачественные, потому что на одной из вечеринок у меня оторвался хлястик там, вырвался с корнем просто один из болтов, и их нужно постоянно чинить. Я знаю нескольких человек, которые, имея возможность прийти в магазин баленсиага, меняют чуть ли не каждую неделю их на новые. То есть им просто обязаны их заменить на новые, не порченные. Короче, прикол. Баленсиага молодцы, делают супер хайповые вещи. Я даже у себя в Телеграм недавно написал, что Демна Гвасале окончательно подтвердил свой статус дизайнера мем-одежды. То есть он делает очень много так называемой мемной одежды, мемных аксессуаров, какие-то вот эти огромные кроксы, какие-то супер смешные шарфы, какие-то сережки с какими-то, не знаю, этими наперстками и так далее. А вот эти пачки чипсовые лейсы сейчас. Да, и вот последнее шоу, если вы видели, где все модели грязь месили вместе с Канни Уэстом, то там чего только не было. И какие-то клоги, как деревянные, похожие на клоги голландские. Что там было, игрушки вот эти в грязи все на цепочках каких-то, все в говне, но Баленсиага. Да, но ты же видел фотографию его, где он с пачкой чипсов настоящий стоял. И мне кажется, его, когда увидели, начали все прикалываться и сделали мем, что это будущая сумка типа Баленсиага. И он, наверное, посмотрел на это, подумал, а почему бы и нет. Мне кажется, да, мне кажется, это его вдохновило. В общем, если вы знаете, что было изначально, Демна с пачкой чипсов или пачка чипсов пришла к Демне и попросила сделать такую сумку, пишите в комментариях. Это как курица и яйцо. Так, продолжаем. Ой. Но здесь все неоднозначно. Потому что, с одной стороны, это то, что я люблю. Это растяжка цвета. Мы здесь видим красненькое. В руках у нас красненькие очки, красненькая обувь. Мы видим черненькое, что все объединяет. Здесь есть тельняшка, которую я часто рекомендую использовать как нижний слой. И такая небрежная прическа. Ну, как будто бы старательно очень. Я думаю, почему-то, что девушка начинающий стилист. Похоже. Тут слишком все прям вот правильно. Как будто работали просто по правилам. Короче, старательно. Если вы будущий стилист, это не значит, что мы вас оскорбляем. Или вы начинающий стилист. Это вообще нормально себя искать, и вы себя непременно найдете. В целом здесь есть все приметы времени. Объемный тренч из эко-кожи. И вот это такая брошь-цветок на чокере. Хотя мы от цветков устали, уже их не используем. Но бренд Big Bruch все еще рекомендуем. Если вы какой-то нарядный лук собираете, цветочек всегда вам поможет. И вот эти леггинсы, брюки с разрезиками. Ну, короче, старательно. Немножко такая начинающая блогерка. Ну да. Но обижать не хочу. Нет, нет. На самом деле все хорошо. Да, это не стремно. Это как будто бы начало большого стилистического пути. Давай оценим стоимость. Ну, я думаю, что сумка недорогая, обувь тоже, скорее всего, недорогая. Ну, давай, пальцы в небо, 33 тысячи рублей. 50 почти тысяч рублей. Плащ-лук онлайн 10 тысяч рублей. Тельняшка Lime 4500, леггинсы Lime 2, туфли Konica Outlet 7 тысяч рублей. Сумка Michael Kors 21. О, Michael Kors это. Брошь-цветок 5000 рублей. Очки Wildberries для фото 300 рублей. Почему-то отметил, что для фото. Ну, молодец, что отметил. Потому что я бы сейчас ругал за то, что купил очки за 300 рублей, потому что глаза себе испортит. Ну, пожалуйста, не экономьте на оптике, купите условный Ray-Ban. Это достаточно доступный бренд с хорошими линзами, и вы не испортите себе зрение. Вот такие очки, это действительно скорее такой элемент для съемок, для какого-то лука, когда вы быстро их надели и практически сразу сняли. Поэтому с этим осторожнее. Ну, симпатично, ровненько, чистенько. Молодец, все впереди, да? Да. Так, парад Рогов Шоп продолжается. Здесь мужской лук, и мы видим пиджак в тонкую полоску цвета хаки от бренда моего имени. Но вообще, на самом деле, интересно смотреть на такое простое прочтение этого пиджака, потому что мы в этом костюме и Дугалич снимали в Рогов Плюс, и у нас достаточно сложно это застилизовано на сайте, с широченными такими брюками в пол, они гармошатся. Внутри может быть какой-то кружевной топ. Это, кстати, универсальная вещь и для мужского, и для женского гардероба. Здесь мы видим простое прочтение с черной футболкой, джинсами, белыми кедами и очками с желтыми стеклами. Мне не очень нравится, что футболка какая-то совсем уж задрипанная и такая как будто бы неглаженная. Знаешь, когда она была сложена, ее надели, а вот эти заломы остались. Обязательно, если вы вещь в сложном виде храните, погладьте футболку перед тем, как наденете. Одно дело, модная замятость, это один из трендов сезона, мятые сжатые ткани, а другое дело, когда это просто неряшливо, вы надели сложную вещь и в ней, собственно, пошли гулять. Я даже не знаю, что бы я здесь исправил. Я, наверное, оставил бы эти джинсы, эти кеды, пиджак и очки, мне нравятся, но, наверное, внутри что-то другое. Как будто бы черная футболка слишком черная здесь. Я бы заменила футболку точно на белую. Или там майку, футболку, неважно. И убрала бы вот эти жуткие подвороты на джинсах. Ой, знаешь, мы тоже иногда джинсы подворачиваем нашим героиням, потом за это огребаем. Нет, здесь некрасиво в этом случае. Давайте так, если вы подвернули джинсы и никуда от этого не деться, подверните не четыре раза в такую трубочку, а подверните один раз. Пусть это будет широкий подворот, но мы будем видеть кромку джинсов. Ну, либо самый простой способ, берете ножницы, отрезаете джинсы той длины, как вам надо, и просто стираете их один раз в стиральной машинке. У вас все эти нитки поаптрепятся, 50 раз уже об этом рассказывала. Меня просто смущает все время подворот, когда это в комбинации с кроссовками. Если с туфлями, то как будто бы это органично смотрится. Из-за вот тонкой щиколотки, из-за вытянутого вот этого мыса, а на кроссовках как будто как-то грузно, нет? Я бы порекомендовал отрастить чуть волосы, не носить стрижку такую аккуратную, чтобы вот здесь было чуть больше объема, и на затылке чуть больше объема попросите парикмахера своего вам оставить. Сейчас получается весь объем тут, вам надо сделать стрижку, как у меня. У меня наоборот здесь объема меньше, а вот тут объема чуть больше, чтобы затылок был помассивнее. Я бы тоже убрал эту черную футболку, возможно надел бы белую, и может быть даже добавил бы какой-нибудь слоек еще один, может быть рубашку на поясе завязать. А вообще классно, что парень смелый, потому что у этого пиджачка есть один нюанс, там пуговицы на женскую сторону. И очень часто парни стесняются этого и не покупают вещи, из-за того, что вещь застегивается якобы на женскую сторону. Короче, забейте на это, женской мужской стороны уже давно нет. Если вещь вам нравится, носите. Так, давай отгадаем цену. Жакет больше 20 тысяч, 50 тысяч рублей стоит этот лук. 45. Джинсы Zara 6 тысяч рублей, лонгслив рогов шоп. А-а-а, лонгслив супер, не меняем. А-а-а, 3,250, но можно было просто на белый заменить. Пиджак рогов шоу 24, кеды Puma 10900, очки H&M 1000 рублей. Ну, я почти угадал. Да. Я почти угадал. Лук свою цену отрабатывает. Продолжаем. Следующий образ, я думаю, нравится мадемуазель Шу, поэтому она его заскринила. Здесь черная шелковая юбка с высоким разрезом, фанатская футболка, объемная косуха, полупрозрачные колготки, белые гольфы, грубые боты, небрежная прическа, неубранная постель. Ну, в общем, все было супер у этой девочки. Ну, что, нормальный лук? Да. Ну, как бы у меня здесь нет претензий вообще никаких. Все классно, чистенько, аккуратненько. Макияж хотелось бы рассмотреть, но вроде бы макияж тоже имеется. Ну, супер. Но у меня нет комментариев. У тебя есть комментарии? Ну, вот, наверное, если бы я одевалась в это, то я бы, наверное, не взяла бы точно белую сумку сюда. Вот она здесь реально не к силу. Вот я про сумку хотел сказать. Но, с другой стороны, вроде бы это растяжка цвета, белые гольфы, белая сумка, прости господи. Но я с тобой согласен, сумка вообще не отсюда. Она по форме не та, что ли. Ну, вообще не сюда. Какая-то она не рок-н-ролльная. Да. Слишком классическая, наверное, для этого. Мы нашли претензию. Не та сумка. Сумка не та. Знаешь, даже сюда какой-нибудь, не знаю, шоппер холщовый подошел бы. Ну, что-то мягкое такое, да? Мешок какой-нибудь, да. Окей, лук. Ну, если это доктор Мартинс, то из-за них лук будет стоить дороже, чем я думаю. Ну, в общей сложности 38 тысяч. 24 200. Ну, что почем? Футболка ACDC винтажная, которой 100 лет цена неизвестна. Ой, кайф, класс. Юбка YW. Не знаю, что за бренд. 5 350. Коженка с Алиэкспресс. А YW не может быть YWона? А может быть. Похоже, как будто это сокращение от YWона. Ну, в общем, юбка, возможно, YWона. Вы знаете, мы YWона любим. И там реально офигенные юбки, скройные по косой, хорошей длины. Так, что еще? Коженка Алиэкспресс 1000 рублей. Обожаю. Колготки Тезенис 500 рублей. Мартинс Асоса 17. Носочки ВБ. Это, видимо, Wildberries. Скорее всего, девушка любит сокращать все до 100 рублей. Да, да, да. И сумка Shein. Это, по-моему, тоже есть такой бренд. Shein, да. Есть такое, да? Да, да. Вот, 300 рублей. Ну, хорошо. Ну, в общем, лук как лук. Сумку заменить и нормик. Для прогулки вообще то, что нужно. Так, следующий лук тоже мужской. Для меня, конечно, слишком старательный. Но по цветам прикольно. Мне нравится вот это сочетание фиолетового с коричневым. Мы очень часто про такие необычные цветовые сочетания вам говорим. Вполне себе в стиле Валентино или Виктории Бекхам. Ну, лук. Яркие, кроссы. Какая-то вот эта авоська смешная. И пиджак очень симпатичного кроя. Вполне возможно, тоже из секонд-хенда. Потому что сейчас в мужских магазинах такой пиджак вообще днем с огнем не сыщешь. А лацканы здесь красивые. Внутри ветровка на молнии. Мы, кстати, тоже в одном из выпусков Рогов Плюс похожий лучок нашему герою сделали. Ну, симпатично. Симпатично. Мне, знаешь, что не нравится? Мне не нравится стрижка опять. Она очень вот эта барбершоп такая классическая. Вот здесь хущ-хущ-хущ. Какую-то вам хочется такую чуть более небрежную стрижку, чтобы виски были такие чуть подзаросшие, чтобы было небрежно. И хорошо. А ты что думаешь? Мне нравится все, кроме, вот честно, обуви. Ярковато? Ну, не знаю. Мне и по форме не нравится, как она сюда подходит. Как будто они мелковаты, что ли. Вот. И ярковаты как будто. А мне кажется, вполне себе такой гуччи стайл. Они тоже часто вот такую форму используют. Ну, бог с ним. Это, как говорится, о вкусах не спорят. Да, это правда. Сколько стоит лук? Лук стоит... 30. 3 800. Чего? Пиджак-барахолка 1000 рублей, Олимпийка-адидас-секонд 1000 рублей, футболка-твое 200 рублей, джинсы-ли-купер-секонд 500 рублей, кеда-адидас-барахолка 1000 рублей, авоська-барахолка 100 рублей, и в этой лавоське-ряженка это бесценно. Ой, обожаю людей с чувством юмора. Ребят, ну на треху такой лук запилить. Причем самое классное, что джинсы супер, кеды классные, пиджак офигенный. Олимпийка суперская. Ну, во-первых, можно такой лук из этого замутить, а можно все эти вещи отдельно надеть. Я это очень люблю, вы знаете, я постоянно говорю о том, что все вещи должны быть универсальными. Офигенно. Вообще. Мой фаворит. Треха. Треха потрачена максимально продуктивно. Супер. Так, следующий образ женский, шу, я скажу так, что мне кажется, что здесь просто не хватает колготок, потому что очень закрытый жакет, такой плотный и явно теплый, внутри водолазка, закрывающая горло. У нас очень высокие сапоги, а ноги голые. Я тоже, конечно, с голыми ногами сейчас сижу, но я же в студии. Не знаю. Колготки. Колготки, да, я бы добавила точно. Конечно, ну, здесь прям вот в этом образе смущает. Знаешь, не смущал бы, если бы не такая была закрытая верхушка, да, то есть вот этот вот глухой ворот подразумевает, наверное, что были закрыты ноги. Я бы, наверное, добавила полупрозрачные, может быть, даже в точечку такую колготки, да. А, кстати, да. Но я бы, знаешь, тогда добавил два слоя. Я понимаю, что сейчас банальность, скажу, но так или иначе. Я бы добавил сюда полупрозрачные, может быть, в точечку колготки и тогда еще джинсовые шорты, чтобы они прям буквально сантиметрик торчали из-под жакета с этими ниточками такими ободранными. Был бы такой парижский стилек. Сейчас голые ноги очень сильно, из-за этого низ слишком легковесный, а верх такой грузный. Тем более еще жакет похож на пиджак, немножко мужской. Кстати, прикольный какой-то, с необычным воротом, с необычными лацканами. Давай так, если это сумка настоящая ботаговенита, которая стоит 200 тысяч, а сапоги эти тоже какие-нибудь дорогущие, то лук, может быть, стоит 500. А если эта сумка просто намекает на то, что это ботаговенита, но ей не является, то лук может стоить 15 тысяч рублей. Вот какая сумма? 176 тысяч рублей. Дорогая сумочка, значит, да? Сумочка, да, но не настолько дорогая, как ты сказал. Видимо, ну, может быть, на реселе покупали. Вот, так, девушку зовут Юля. На мне жакет винтаж 7 тысяч рублей. Классный. Сапоги и водолазка 12 сториз. Сапоги 30, водолазка 7. Юбку не видно, но там Зара. 2 тысячи рублей. Сумка ботаговенита 125. И очки лес пикс какой-то. А, 5 тысяч рублей. Ну, возможно, что сумочка на ресейле куплена, либо купленная до подорожания. Ну да. Типа, например, прошлой осенью. А сколько они стоили? Ну, мне кажется, ну, примерно столько, наверное. Ну, сейчас дороже, мне кажется. Не настолько дорогие были прям. Ну, в общем, сумочка настоящая, верим. В общем, Юль, ну давай колготки, шорты или чтобы юбку хотя бы было видно. Договорились? Шу, у меня очень плохая новость. Какая? Пора прощаться. Ну, все еще впереди. Все еще впереди. Это был обзор ваших невероятных луков. Вы все такие молодцы. Вы все стараетесь. Вы все классные. Вы все прикольные. Даже если вы совершаете ошибки, это абсолютно нормально. С вами был ваш гуру, ваш ментор, ваша путеводная звезда в мире моды Александр Рогов. Это был Рогов Лайв. Комментируйте, подписывайтесь, ставьте лайки. И, конечно же, участвуйте впредь в обзорах луков подписчиков. Шу, прощайся. Всем пока. Комментируйте, ставьте лайки. И в следующий раз правильно присылайте луки на обзор. Потому что Шу бедненькая, приходится считать общую стоимость. Все, пока. До встречи. Увидимся. Чао. Ну, ладно, я встану, покажу вам, как в итоге я выглядел. Вот так я в кадр помещаюсь, да? Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok